В Приморском академическом театре имени Максима Горького состоялся творческий вечер «Один за всех и все про одного», посвященный юбилею художественного руководителя театра народного артиста России лауреата премии «Золотая маска» Ефима Звенятского. Недавно в своем интервью Ефим Семенович сказал, что дата – это не состояние души, как декларируют, а время, которое определяет морщины на твоем лице и ранки на твоем сердце. Потому что ты тратишь себя для театра, который в этом году отметил 90 лет. Он сохранил его в годы перестройки и сберег в тяжелые 90-е. Ефим Звенятский – это пример невероятной преданности искусству. Какую роль сыграл Ефим Семенович в вашей театральной карьере? Самую, с одной стороны, простую и очень важную, и главную он взял меня к себе в театр. Ровно пять лет назад я пришла к нему, попросилась, и вот теперь я служу этому театру и этому режиссеру. Я думаю, что решающе, потому что мы с ним работаем. И мне даже трудно сейчас в цифровом обозначении вспомнить эту цифру. Очень долгую. Самую большую и, как сказать, единственную – это театр, в котором я уже служу лет 15. И 15 лет назад Ефим Семенович взял меня в труппу, и вот мы работаем 15 лет вместе. На творческом вечере «Один за всех и все про одного» прозвучало много теплых слов в адрес именинника от артистов его труппы, семьи государственных деятелей Приморского края, а также заслуженных артистов Российской Федерации. С днем рождения, мой дорогой, вашей мальчиковой Цимака. Это вообще очень редкие качества, когда руководитель прекрасный, режиссер отличный, и человек приятный. Вот это все сочетание, это редкое сочетание. И я считаю, что и театр очень повезло, и Фим Семенович очень повезло с театром. И я поэтому всех поздравляю, и Фим Семеновичу желаю здоровья. Артисты театра имени Горького пели песни, посвященные художественному руководителю, исполняли танцевальные номера, проводили викторины на знания биографии Ефима Семеновича, показывали театральные сценки. Одним словом, в зале царила атмосфера дружбы, добра, веселья и праздника. Также в этот праздничный вечер актеры, друзья и зрители театра с большой любовью поздравили художественного руководителя. Дорогой Ефим Семенович, я поздравляю вас с вашим прекрасным днем, с прекрасной цифрой, с юбилеем. В этот солнечный день и даже солнечный вечер я желаю, чтобы ваша душа наполнялась только теплыми-теплыми воспоминаниями о нас, артистах, а мы будем делать все, чтобы эти воспоминания умножались и умножались. Целую. Ефим Семенович сегодня отмечает замечательную дату, что он очень хороший человек, который помогает театру, который помогает нам, всем актерам. И я хочу, чтобы у него все было замечательно, у него, в семье, чтобы он был здоров, счастлив и творчески плодотворен. Дорогой Ефим Семенович, я вас поздравляю с вашим юбилеем. Желаю вам здоровья и счастья, и творческих успехов вместе с нами, со всеми, с нами, с артистами. Всего вам хорошего. Дорогой Ефим Семенович, я от себя лично и от всего коллектива нашего театра поздравляю вас с таким великолепным юбилеем. Желаю вам долгих лет жизни, счастья, самое главное здоровья, ну и, конечно же, творческих успехов. Чтобы вы всегда радовали нас своими творческими победами, чтобы вы всегда были с нами. Мы вас любим, ценим и уважаем. Ефим Семенович, я поздравляю вас искренне от души с днём рождения, с этим замечательным праздником. Здоровья, счастья, успехов на долгие годы. Уважаемый Ефим Семенович, поздравляю вас с юбилеем, самое главное, желаю вам здоровья, творческий потенциал у вас ещё есть. И думаю, ещё порадуйте нас, зрителей, новыми работами, новыми спектаклями. Будь здоров. И поздравляю с большим его праздником, долгих лет жизни, процветания, потрясающих постановок, ещё более масштабных. Вот в джазе только девушки, прям потрясающая постановка, ещё больше, больше таких постановок. И всего самого наилучшего. И побольше молодых, талантливых актёров. Учитель, мастер, мэтр. Человек многогранного таланта, который долгие годы служит в приморской сцене, внося неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Выдающийся режиссёр и успешный руководитель, который умеет оставаться близким к залу, тонко чувствуя, отвлекаясь на запросы зрителя и веяние времени. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.